Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Позор на наши головы. Краевые законотворцы распустили Совет депутатов Хабарского района. В Барнауле на улице Аносова каждый день сотни автомобилистов нарушают правила дорожного движения. В чем причина? Яма сюрпризом, как на одном месте семеро остались без колес и на что могут рассчитывать пострадавшие? Итак, наш сегодняшний выпуск начнем с новостей из Хабарского района. Алтайские парламентарии проголосовали за распуск местного Совета депутатов. Подобное в истории региона происходит впервые. Поводом стало сразу несколько нарушений в работе властей, выявленных прокуратурой. Сами краевые законотворцы считают эту ситуацию позором. Несмотря на установленный порядок, глава района получал годовые премии. Кроме того, Совет так и не привел в соответствие законодательству. Устав района сообщает информационный портал Толк. В связи с резонансной ситуацией депутат КЗС Сергей Писарев даже предложил отозвать из командировки в Луганскую республику главу департамента внутренней политики Юрия Проскурина, чтобы тот лично решал проблему. На сегодня в Хабарском районе работает исполняющий обязанности главы до сентября. Представительный орган принял все необходимые решения, скорректировал устав, принял исполняющие обязанности главы, уже назначил. Поэтому муниципалитет будет функционировать и работать под руководством исполняющего обязанности главы муниципального образования. Не менее историческое решение усыплять агрессивных бродячих собак. Депутаты утвердили предложение узаконить на федеральном уровне эвтаназию хвостатых. Какие еще важные законопроекты рассмотрели на последней перед каникулами сессии, расскажем далее. Только за последний год почти двух тысяч алтайских жителей покусали бродячие собаки. По словам властей, региональная программа отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск ситуацию не улучшила. И теперь агрессивных псов предлагают усыплять. Нас поддержал Совет муниципальных образований Алтайского края. Нас поддержала общественная палата слушания, мы проводили ассоциация сибирских, дальневосточных городов в Сибири. Все-таки абсолютное большинство населения Алтайского края нас поддерживает в этом вопросе. Еще одно решение повысить зарплаты в первую очередь бюджетникам. У разных категорий рост составит до 30%. На эти цели в краевой бюджет направлено порядка 3 миллиардов рублей. Вслед за инициативой президента, который инициировал увеличение заработной платы категориям граждан, которых заработная плата зависит от минимального размера оплаты труда на 10%, мы приняли решение в Алтайском крае, согласовали это решение на уровне правительства Российской Федерации, прежде всего Министерства финансов, что мы такое решение примем по всем категориям работников бюджетной сферы. Губернаторский срок без ограничений. Еще одно изменение в уставе Алтайского края поддержали парламентарии. Кроме того, теперь глава региона сможет избираться на свой пост более двух сроков подряд и освобождать от должности глав городов, если те не справляются со своими обязанностями. София Ценка, Александр Антропов, День с толком. В Угловском районе борются с огнем. Накануне пожар охватил обширную территорию между селами Борисовка и Лаптев-Лок. Что уже известно и есть ли пострадавшие, расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Передаю ей слово. То, что сейчас происходит в Угловском районе, без преувеличения можно назвать катастрофой. Пожар, который накануне произошел между селами Борисовка и Лаптев-Лок, уже уничтожил многих животных и нанес урон лесному фонду. Огонь охватил более 600 гектаров. Местные жители боятся, что стихия перейдет и на деревни. Изначально причиной лесного пожара стал грозовой разряд. Об этом сообщили в Минприроде. Сейчас на месте все еще продолжается работа. С огнем борются более 200 человек. Привлечено более 70 единиц техники, в том числе вертолет. Высокие температуры не выдерживает даже техника. Так, у одной из пожарных машин отказал бензонасос. Машина сгорела. В МЧС сообщают, что никто из пожарных и местных жителей не пострадал. В настоящее время проведена опашка населенного пункта, оповещение населения и подворовой обход. Угрозы населенному пункту нет. К эвакуации планируется 7 крайних жилых домов в пункт временного размещения в связи с задымлением. Переход огня на постройки не допущено. Добавим, вопреки фейкам, пожар в Угловском районе не действует в приграничной зоне с Казахстаном. Помощь иностранных коллег пока не понадобилась, но в соседнем государстве выразили готовность в сотрудничестве, если это будет необходимо. Кстати, сегодня в Алтайском ЗАГС-собрании принимали законопроект об административной ответственности за нарушение особых правил пожарной безопасности. То есть он подразумевает дополнительные меры ответственности. У нас в правилах противопожарного режима установлено, что нельзя разводить костер, нет специально отведенных мест на землях населенных пунктов и частных домовладениях. А есть у нас садоводческие товарищества, соответственно, огороднические товарищества, на которые эта мера не распространяется. А мы как раз вводим на землях всех эти требования. Пожар в Угловском районе не единственная природная трагедия. С середины апреля край борется с огнем. Пожароопасный сезон начался с аномально высоких температур. В этом году в регионе уже произошло порядка 3000 ландшафтных пожаров. И напомним, средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае – 205 дней. Поэтому бороться с огнем в регионе будут и в начале осени. Продолжим выпуск. Сотни барнаульцев ежедневно нарушают правила, выезжая на выделенную полосу для общественного транспорта. И это только на одном из участков, где запрещено занимать выделенку. Речь идет об улице Аносова. Новая схема движения запрещает водителям личных авто поворачивать с Ленинского проспекта на Аносова в сторону Калинина. По этой стороне сейчас проходит полоса для общественного транспорта. Однако знак о выделенке водители замечают уже после поворота, так как он отвернут от направления движения по проспекту Ленина. Большинство автомобилистов его не замечают, так как на привычном маршруте следят скорее за пешеходами на перекрестке. Кто-то захочет повернуть на Аносова, он не сразу поймет, что поворачивая на Аносова, там с правой стороны идет выделенка для автобусов. Ты поворачиваешь туда, и ты как бы в первую очередь просто едешь и едешь. Ты потом уже начинаешь замечать, что что-то не то. Деваться-то уже некуда. Сейчас на этом участке дежурят сотрудники ГИБДД. Только при нас они оштрафовали несколько водителей. Но остановить всех нарушителей просто невозможно. Каждую минуту здесь проезжает 5-6 машин. Водителям нужно быть внимательными, так как уже в ближайшее время в Барнауле на выделенных полосах появятся камеры. Так что штраф в полторы тысячи рублей будет уже неизбежен. Но другим важным темам более миллиона человек. Такова смертность от цирроза печени ежегодно во всем мире. Но сегодня у россиян появился шанс избежать летального исхода. Врачи внедряют в регионах страны новую хирургическую методику, которая позволяет пациентам с циррозом дожить до пересадки или на несколько лет забыть об осложнениях. Подробности в сюжете. На операционном столе тот, кого ждали на том свете. Диагноз мужчины – цирроз печени. Он излечим, но когда есть осложнение в виде кровоизлияния – это смерть. Хотя врачи разработали способ борьбы с этим осложнением. Двухмиллиметровый прокольчик в районе шеи. Вставляется специальный хирургический инструментарий, трубочка, которая снижает давление, и осложнения эти исчезают. На следующий день больной может даже быть выписан. Рассказать об этом Шиповский приехал из Москвы, а слушают его врачи из Барнаула, Рубцовска и Павловска. Для Сибири это новая методика. Первыми ее начнут применять в краевой больнице скорой медпомощи. Сюда с циррозом печени попадают более сотни пациентов. С хирургическими осложнениями цирроза печени около 150 пациентов за год. К сожалению, 30% – это летальный исход. Если понимать, что это люди трудоспособного возраста в районе 40 лет, проблема значима. Цирроз печени – это конечная стадия не только алкоголизма и гепатита, из-за чего пациентов достаточно. Но теперь у них появился шанс продлить жизнь. Анастасия Наборщикова, Андрей Печоркин. День с толком. И еще об одной, к сожалению, актуальной проблеме человечества. Ситуация с количеством наркозависимых в крае остается сложной, хотя в последние годы отмечают тенденцию к стабилизации. Хотя бы подростков в краевой центр острых отравлений поступать стало меньше. Медики связывают это с улучшением работы профилактических центров. Но тяжелые наркотики сваливают с ног уже взрослых людей. Сейчас в крае зарегистрировано 4,5 тысячи больных наркоманией в возрасте от 20 до 40 лет. Особенно разрушительное действие наркотики оказывают при внутривенном введении. Стремительно формируется психическая и физическая зависимость практически на втором-третьем приеме. За короткий промежуток времени слабеет тело, дегордирует психика, меняется личность человека. И все цели, все жизненные устремления у него сводятся только лишь к одному. Добыть наркотик, ни перед чем не останавливаясь. Главный врач наркодиспансера подчеркнул, что больше внимания надо уделять прежде всего профилактике наркозависимости в семьях. И не забывать, что после лечения обязательно нужна реабилитация. Специализированную наркологическую помощь оказывают в четырех краевых диспансерах. Барнаула, Бийска, Рубцовска и Заринска. Морально давит, не разрешает смотреть телевизор и разговаривать по телефону. Жительница Барнаула пожаловалась на плохое отношение начальника женской колонии к своей родственнице, осужденной за кражу и вымогательство. Наша съемочная группа выслушала стороны конфликта и подробности в репортаже Валентины Аскеровой. Она ко мне заходит вся в ужасной истерике, в слезах за 29 лет. Я первый раз такую сестру свою увидела. Так прошло длительное свидание двух родственниц. Жительница Барнаула, назовем ее Екатерина, увидев в слезах свою сестру, начала бить тревогу. Обратилась в СМИ, прокуратуру, где рассказала о якобы провокационном поведении начальника женской колонии города Новоалтайска. Отбирание вещей, опять же, начальником, он ее, это было зимой, ну, наверное, вот, в 21 году, или в начале 22 года, он ее босиком разул, раздел и сказал, что это не положено. И все эти личные вещи у нее забрал. Тапочки какие-то, туфли. А еще, говорит Екатерина, ее сестру регулярно помещают в штрафной изолятор и запрещают звонить родственникам и смотреть телевизор. Такое отношение, по словам женщины, привело к психологическому и физическому истощению осужденной. Мы связались с руководством колонии. Там пояснили, что осужденная с марта месяца находится в отряде со строгим условием содержания. Девушка – злостная, нарушительница режима. Осужденная Тюлибаева, неоднократно ранее судимая, за время отбывания наказания имеет 12 действующих дисциплинарных взысканий за нарушение формы одежды, за использование и употребление цензурных услов и прочее. Все действующие взыскания осужденные в установленном законодательстве Нарсистской Федерации порядки не обжалованы. Строгие условия почти ничем не отличаются от общих. Вот тебе и холодильник, и кухонные принадлежности, и даже место для курения. А по поводу звонков начальник колонии пояснил, что для строгих условий содержания невозможны, но лишь в экстренных случаях. Кстати, пожаловаться на жизнь в колонии сама осужденная по непонятным причинам отказалась. Сниматься не захотела. Она трудоустроена швеей на производственном участке колонии. Вопросов по ее поведению в настоящий момент нет. Также по норме выработки тоже вопросов нет. В этом году осужденная могла подать на условно-досрочное освобождение, но делать этого не стала. Понимала, что слишком много нарушений. Тем не менее, надежда на смягчение условий пребывания за колючей проволокой есть. И если к сентябрю не будет нарушений, осужденная вернется к общим условиям содержания и сможет звонить родным гораздо чаще. В поселке Южный детей чудом спасли от удара током. Речь идет о новой площадке, которую благоустроили в прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды. Общественники заметили, что на столбе торчат оголенные провода. Рядом играют дети, проходят мамы с колясками, кто-то выгуливает питомцев. Сейчас провода изолированы. Зеленая зона на Южном уже не первый раз оказывается в центре скандала. У экспертов ОНФ появились вопросы к игровому комплексу, точнее к его устойчивости. На горках и качелях местами вырваны крепления. Лавочки, архитектурные формы спустя год уже требуют восстановления. В мэрии пояснили, что после нашего рейда подрядная организация устранила выявленные недостатки. Но общественники считают, что площадка нуждается в содержании. Для этого в регион нужна структура, которая и могла бы мониторить общественные территории. Положительный пример мы видим на парке Изумрудном. Там есть хозяин, но он не в полной мере может осуществлять хозяйственную деятельность. Потому что фактически заказчиком является комитет по дорожному хозяйству. И оборудование находится на его балансе. Парк Изумрудный, как правило, при выявлении каких-то недостатков, вынужден в свою очередь также обращаться в комитет. То есть если они есть, то это опять же время. Семь машин меньше, чем за полчаса остались без колес. Все благодаря яме на пересечении строителей челюскинцев. Она оказалась сюрпризом. Из-под земли торчал огромный болт. Наезд на него и колесо пробито без шансов на восстановление. Слово Дмитрию Дроздову. Слышастное место. Таким пересечением строителей и челюскинцев стало для Ксении. После того, как девушка наехала на штырь и осталась без двух колес. За 11 лет за рулем такого не встречала. Ксения оказалась седьмой, кто за полчаса на этом месте проткнул шины. Ксении ни одна не подлежит восстановлению. Выпрямить два диска – 2800. Выпрямить. Одно колесо размер 195, да, там на Р-16 стоит 8000. 8000 – это без диска. Их два. То есть вот непредвиденные расходы. Возмущенные водители написали по социальных сетях. И спустя несколько дней яму мы уже не обнаружили. Ее заделали. Но кто покроет те самые непредвиденные расходы? Автомобилисты написали обращение в ГИБДД и администрацию города. Ждем рассмотрения. Так, тут у нас есть и заклона полиции, да, который гласит о том, что полиция должна тоже смотреть за техническим состоянием, за безопасностью. А еще пострадавшие проведут по фотографиям экспертизу, чтобы доказать, что яма шире 15 сантиметров, а это нарушает закон. С этим заключением можно будет идти и в суд. Это вопрос, который встанет в ходе судебного процесса. А действительно ли выступ вот этого штыря – это недопустимо? Потому что элементарно выбоины на дорогах, они тоже допустимы, но в определенных размерах. Все, что превышает эти размеры, считается недостатком дорожного полота. Доказав этот факт, иск автолюбителей удовлетворят. И пострадавшим должны будут возместить ущерб. Чаще всего подобные дела автовладельцы выигрывают, объяснил юрист. Любопытно лишь, сколько шин проткнули здесь до того, как за полчаса без колес остались семеро. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И в завершении выпуска немного о главном культурном событии этих дней. В Алтайском крае начался традиционный литературный фестиваль Роберта Рождественского. Первые мероприятия проходят в Барнауле. В Краевой научной библиотеке состоялась встреча литераторов с читателями. Представить свое творчество, послушать творчество коллег, вспомнить труды самого Рождественского. Приехали авторы из разных регионов России и ближнего зарубежья. Это, во-первых, напоминает о наших замечательных поэтах. Во-вторых, это напоминает целую поэзию, на которую сейчас в обществе растет запрос. В связи с последними событиями, последними четырьмя месяцами, которые изменили на самом деле страну. И поэтическое слово вновь приобретает свою актуальность. Поэтому такие фестивали нужны. На этом у меня все. Спасибо, что остаетесь с нами. И я напомню, телефон нашей редакции 205-545. Но через несколько секунд по традиции о погоде и спонсор прогноза компании Валар. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok